Доброе утро! А я думала, вы не остановите! Я тут же танцевать начала. Продолжим в рекламу. Ильмир, пока поздравляем. С праздником, с профессиональным. Очень приятно, спасибо огромное, что позвали в эту студию. На самом деле, радио это такой труд, который не видно, в отличие от вашей профессии. Очень приятно. Но вас-то видно, мы об этом еще поговорим. Ильмир, сначала расскажи, пожалуйста, что лично для тебя радио? Да, и как ты туда попал? Как попало, это попозже. Мне кажется, интереснее все-таки общение с... Для меня радио это все-таки общение с нашими радиослушателями. Тем более, у нас сейчас есть очень много возможностей. Раньше, как мы приняли телефонную связь, сейчас всякие общедоступные социальные сети. Плюс у нас есть онлайн-трансляция, которым пользуются очень наши радиослушатели. Ну вот, кстати, про онлайн-трансляции. Практически наш коллега, ведущий утреннего шоу. А сколько вы начинаете? До Нового года было чуть-чуть тяжеловато. Было в 6 часов утра. Ничего себе. В эфир уже, да. Сейчас с 7 до 10. Мы еще счастливчики. Значит, коллеги, коллеги, давайте объединяемся рецептами, как проснуться. В 6 утра, значит, вставали вы? Нет, вставали без 10. Просто надо не ложиться, я так думаю. Примерно так график. Мне кажется, у вас то же самое. Но на самом деле, проснуться одно, нужно еще и позитивом делиться с радиослушателем. Мне кажется, это вот самое трудное. Настроить самого себя на позитив, чтобы еще его и отдать. Да, с утра. Не случайно программа называется «Иртенга чай». То есть утренний чай. Утренний чай. Ну, все правильно, все логично. Порция бодрости и энергии с утра пора. И чашечка чая. Трансляция на сайте Болга Радио Сэ. Телетрансляция, видеотрансляция. Онлайн-трансляция. То есть вы тоже должны быть с утра нарядными, красивыми, улыбчивыми, потому что все это видно. Помимо того, что мы выходим в эфир в определенное время, у нас онлайн-трансляция никогда не останавливается. То есть мы не можем позволить себе что-то лишнее даже вне эфира. Поэтому приходится все контролировать. Но есть один момент, что вот радиослушатели говорят, это интереснее намного, чем эфир даже. Ну, потому что это по наготной все видно, да? Да, вот когда вы в эфире, вы не видите ваших слушателей вообще. Ну, представляете себе, с кем вы разговариваете, образ какой-то вообще, кто ваши слушатели? А да, до начала проекта «Утренний чай» нам сказали, представьте своего радиослушателя. Мы не могли определиться в возрастном интервале, да. И все-таки мы для себя первые определили, что это те люди, которые просыпаются. В шесть утра. В шесть утра, в семь, кто-то в восемь. И для них... Ой, в восемь часов это очень рано еще. И нам нужно вот это все поймать и уловить, и настроить на позитив. Все-таки мы для себя характеризовали. Самое первое, это все-таки люди, которые только-только просыпаются. Которые хотят взять много-много позитива на весь день. То есть активные, активные слушатели, активная жизненная позиция. Смотри, смотри так, с утра они не очень активные. Послушают утреннее шоу, становятся гораздо более активными, да? Я бы сказал что-то иначе. Как они слышат наш джингл, только Иртен Гащей, они сразу настраиваются. Он вот на хороший день, потом там ТНВ, там и так далее. Ну, на самом деле, вы делаете большое дело, скажу я. Конечно, конечно. Чтобы зарядить энергией, чтобы он потом мог ударно трудиться, ну, или вообще совершать какие-то добрые дела. Правда, чистая правда. Видеотрансляция, как появилась эта идея? Сейчас это довольно распространенная тенденция. Да, очень актуальна. По сравнению с некоторыми радио современного жанра, так можно сказать, они работают только в то время, когда работает эфир, то есть когда выходят ведущие. У нас работает это круглосуточно, то есть без никаких остановок, помимо технических сбоев. Если, не дай бог, у кого-то интернет не работает. Так вот, допустим, на самом деле, эта уже система работает очень довольно давно, и она работает не только в нашем эфире, а, как повторюсь, что весь день. И у нас эмоции зашкаливают на том, что мы знаем, что за нами кто-то сидит, а за нами как минимум один человек сидит. Это моя мама, допустим. То есть один слушатель как минимум уже есть. Это, конечно же, наши мамы, наши друзья, близкие. Эльмир, ну вот ты говоришь про зашкаливающие эмоции. Нам эмоции, Светлана, нельзя слишком ярко выражать. Мы должны быть все-таки более поспокойными. А тебе мы даем право сейчас пожелать нашим зрителям доброго утра, пожелать хорошего дня со всеми эмоциями, которые у тебя есть. Родийными, настоящими эмоциями. Мне нужно встать, потому что мы радио единственное... Ну, давай, 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 да. У нас есть волшебный кран, на который ты можешь высказать свое пожелание утреннее. Все-таки я постараюсь сидя. Сидя? Ну, давай. Хаир Лирте, доброе утро. Всем хорошего, позитивного настроения. Слушайте радио, смотрите ТНВ. Ну, что мы вообще тут делаем тогда, Влад? Пойдем уже. Пойдем. Пойдем на рекламу. Да, сейчас мы на рекламу отправимся. Эльмир Ямалов, друзья, спасибо большое. Радио ведущий, музыкант, удачи. Сегодня эфир уже был или будет? Я еще с эфира еще... Тогда желаем тоже энергии побольше. Удачного эфира. Посылаем лучи. Спасибо, и вам тоже самое. Хорошего дня. Сейчас мы приверемся на короткую рекламу и продолжим. У нас много интересных тем впереди.